В 2022 году отмечается 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского. В связи с этой значимой памятной датой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится принесение ковчега с честными мощами преподобного Сергия в епархии Русской Православной Церкви. Святой преподобный Сергий Радонежский является одним из самых почитаемых православных святых. Он родился в благочестивой семье боярина Кирилла и его жены Марии в селе Варнице недалеко от Ростова. Ворфоломей, так звали будущего святого, с юности стремился к уединенной монашеской жизни, но смог осуществить свой замысел только после того, как упокоил своих родителей. Он ушел в Радонежские леса на гору Маковиц, где вместе с братом построил деревянную Троицкую церковь. Позже брат удалился в другое место, а вокруг инока, получившего в постриге имя Сергий, стала формироваться монашеская община. Он был первым во всем. Сам пек просфоры, сам делал свечи, сам работал на огороде, сам был первым в храме и выходил последним из храма. Исполнял игуменскую свою обязанность, наставляя своих братьев в духовном делании. Его ученики по Руси открыли и построили огромнейшее, не один десяток монастырей. А сам преподобный Сергий был молитвенником, заступником за свое отечество, поэтому его в летописях называют игумен земли русской. По ему благословению, благоверный князь Дмитрий Донской, выходя на битву с ханом Мамаем, получая его благословение, он не только получил благословение и молитву, но и получил двух монахов, которые сражались. И преподобный Сергий во время этого сражения молился в храме со своей всей братьей и даже поминал тех, кого ранило, поминал за упокой тех, кого уже убило. Поименные братья удивлялись, потому что он рассказывал братьям, что происходит. И когда битва была выиграна, он воздал благодарение и в полной мере стал тем оплотом единения Руси. Сегодня к преподобному Сергию Радонежскому православные христиане обращаются с самыми разными просьбами. Его мощи покоятся в Троице-Сергиевой лавре, но у верующих есть уникальная возможность поклониться мощам преподобного в своем городе. Преподобный Сергий Радонежский нес в свое служение более полувека. Оно имело большое значение для всей нашей страны, для становления России. Молитва и благословение преподобного умерили княжеские междоусобицы, укрепили великого князя Дмитрия Донского и русское войсто перед решающей битвой на Куликовом поле. Не случайно главной святыней лавры стала известная на весь мир икона Святой Троицы. Она показывает, что Бог есть любовь, а преподобный Сергий своей жизнью доказал, что любовь и внутреннее единство между людьми возможны и достижимы, если они живут по заповедям Христовым. Принесение ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в епархии Русской Православной Церкви началось в день Святой Троицы. Согласно запланированному маршруту, в период с 12 июня по 8 октября 2022 года ковчег будет доставлен почти в 60 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров. В Симбирск-Ульяновск мощи святого будут принесены 2 августа. Сначала верующие пройдут крестным ходом с принесенной святыней от поклонного креста на Соборной площади до Спаса Вознесенского собора. Затем в Кафедральном соборе будет совершен молебен и начнется служение Божественной Литургии. Для всех православных христиан принесение мощей того или иного святого – это очень большая радость. Это настоящая встреча с этим святым. Призываю всех вас принять участие в этой встрече и общей молитве. Верю, что святой Сергий Радонежский не оставит тех, кто придет помолиться ему и поклониться его памяти. И что все мы по своей вере получим поддержку, утешение и воодушевление на своем жизненном пути. Ковчег с мощами игумена земли русской будет пребывать в Спасов Вознесенском соборе до окончания вечернего богослужения 3 августа. В течение двух дней у мощей будут совершаться молебны и читаться акаписты преподобному Сергию Радонежскому. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская метрополия.